Далее известны подробности детского побега Олега Топалова из «Матросской тишины». Шаг за шагом следователи восстанавливают путь арестанта. Чтобы выбраться на свободу, подозреваемому в двойном убийстве понадобилась ложка и несколько простыней. Заключенный проделал дыру в потолке и по вентиляционным трубам выбрался на чердак. Оттуда он попал на крышу, с которой перепрыгнул на здание, расположенное по соседству психбольницы. Дальше Топалов спустился в сад для пациентов, там переоделся, после чего нашел участок забора без колючей проволоки и с помощью самодельной веревки выбрался на волю. Его передвижение успели запечатлеть камеры видеонаблюдения, установленные на территории трамвайного депо. Этот примыкающий к СИЗО объект стал последним на пути к свободе и, судя по видеозаписи, самым легким. На этих кадрах хорошо видно, как арестант без труда минует охранников на проходной и оказывается на улице. Не исключено, что сбежать Топалову помогли сотрудники следственного изолятора. На данный момент уже проведено порядка 30 допросов, как сотрудников следственного изолятора, так и сокамиков сбежавшего заключенного. Изъята документация, рекомендирующая деятельность сотрудников следственного изолятора. Изъято видеозаписи с камер наружного наблюдения. По факту побега уже возбуждено уголовное дело. По статье «Халатность» сам киллер объявлен во всероссийский розыск. Тем временем мать преступника обратилась к правоохранительным органам с просьбой не стрелять в ее сына при задержании.